Всем добрый день, здравствуйте, друзья, это... Я забыл, как мы называемся. Это подкаст «То твоя папочка», пятый выпуск, посмотрите, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять, пять пальцев, пять выпусков. Пятый выпуск, и впервые в нашем пятом, можно сказать, юбилейном выпуске у нас есть гость. Вот он, друзья, посмотрите, пожалуйста, на нашего гостя, и я подумал, что будет здорово, если мы вот прям знакомиться будем в режиме реального времени, потому что мы скромно здесь в коридоре пожали друг другу руки, сказали «добрый день, добрый день», и давайте расскажем, как интро мы расскажем о себе, а вы потом расскажете о себе, будет здорово. Так, мы Юра и Витя, мы стали отцами практически в одно время, у нас три дочки на двоих, на двоих. Да, мы про это обычно и рассказываем в нашем подкасте, говорим о том, что такое быть папой, как вообще весело, интересно жить с детьми. Это мы. И у нас сегодня в гостях Павел, пожалуйста. Павел, расскажите о себе. Павел Сердюк, протеерей, священник Белорусской Православной Церкви. Я являюсь настоятелем храма в микрорайоне Каменная Горка, города Минска. Храм в честь святителя Николая Японского. В честь юбилейного выпуска подкаста «Кто твой папочка» я сообщаю радостно, что у меня пятеро детей. Ооо, это у нас на троих восемь уже получается, да? Нормально, нормально у нас так. Мне очень приятно оказаться в вашей компании, друзья. Тем более, что рефлексирующие, думающие мужчины, отцы, которые присутствуют в эфире, в медиа, в обществе, делятся своим опытом, это большая редкость. О, большое спасибо. Спасибо, спасибо большое. Очень приятно слышать, спасибо. Ну что, Юр, давай мы переходить будем непосредственно тогда уже к главным вопросам. Я для начала хочу... А, нет, смотрите, Павел, пять детей. Ну, в принципе, у священников так принято, да? В православном мире, что... Ну, редко когда бывает там один-два ребенка. У меня был сосед в Борисове, он не имел отношения к церкви, но по количеству детей там тоже у них было нормально. Нет, это не обязательно социальный капитал сопутствующий, но вообще просто в христианском мировоззрении детности, да, или чадолюбие является, ну, скажем так, выражением многодетности. Это является, собственно, продолжением тех принципов нашей жизни, на которые мы опираемся в учении церкви. Поэтому, но есть однодетные священники, есть христианские пары бездетные, да? То есть сегодня, ну, скажем так, child-friendly, церковное сообщество – это child-friendly. Пять детей, мальчики, девочки. Трое мальчиков, две девочки. Серьезная банда, серьезная банда. Очень хорошая. Да, Павел, еще такой момент. Как нам правильно к вам обращаться с учетом вашей ответственной должности и так далее? Я думаю, что мы же уже начали общаться, поэтому все в порядке, продолжаем. А, все, супер. Чтобы тоже, ну, знаете, эти моменты. Нет, ну, мы тогда, когда мы окажемся вдруг в студии церковной, и вы будете приглашенными гостями, тогда будем... Я понял, там другие немножко раз. Хорошо, спасибо. Хорошо, приятно. Собственно, та тема, основная, наверное, тема, ради которой мы пригласили вас, возникла у нас на одном из подкастов. Когда мы обсуждали свои истории, обсуждали рождение, и в какой-то момент пришли к тому, что я рассказывал историю о том, как мы крестили дочь. Ну, мы крестили это родственники, родители, друзья, то есть это вот такой семейный праздник. Юра своих дочек не крестил. Вот такой вот нюанс. И, собственно, сам тоже не крещеный. Мам, привет, спасибо большое. Такие детали всплывают. Мне мать... Сразу вспомнили о маме, да? Да-да, мам. Мама такая... Мама говорит, а что ты, Юра, в церковь ходишь? Это вообще не твоя война, как бы. Причем папа вообще ни при чем, да, как ты понимаешь. Папа в сторонке где-то, а вот маму вспомнили. И... Ну, то есть, и тоже была история о том, как и меня крестили когда-то в 89-й год, получается, и брата в 84-м, это все было скрытно, комсомольцы, семья... Да, мы говорили про андеграунд, да, Павел? Да-да-да. За кадром сказал, что это такое... Поэтому вот мы очень хотели пригласить как раз-таки человека, связанного с церковью, священника, который бы нам и раскрыл, ответил на наши вопросы. Потому что вопросов, на самом деле, много, как и, наверное, у всех мирских жителей. Мирских жителей? Владимир Зиньев. Так интересно, Павел сказал про каменную горку, и я просто представляю мирских жителей каменной горки, знаешь, как они аккуратно из метро выходят. И у них вопросы про крещение. Мирские жители из KFC, знаешь, выходят и заходят, переходят. В общем, Павел, вопросы у нас абсолютно обывательские. Вот как люди между собой на кухнях это обсуждают, об этом и хотелось бы поговорить. Вот. Давайте, может быть, начнем с того, а что вообще такое крещение? Что это вообще за обряд? Мы там почитали в Википедии, что это тайн, есть некое таинство крещения. Из Википедии просто, Юр, говорит, некое таинство, да, а у меня диплом историка, и я понимаю, что это не совсем некое таинство, да. Павел, ну, пожалуйста, тогда к вам вопрос. Мы хотим поговорить, мне вот, например, очень интересен ракурс, да, о чем же все-таки говорят люди у себя дома, говоря о церковной тематике. Хорошо, я вам расскажу. Родственники мои говорят, так, а что это? Так, Марийка опять плачет. Это потому, что она некрещеная. Вот надо покрестить, будет меньше капризничать, будет меньше болеть. Я такой, я в церковь сам, честно говоря, не хожу, не сильно в этом разбираюсь, с уважением отношусь к людям, которые искренне верят, если им это помогает. Дай бог здоровья, сил, удачи. Я не сильно в теме разбираюсь. То есть, зачем мне пытаться делать вид, что я как будто бы, там, религиозный человек, если я таким не являюсь. Поэтому спасибо большое, не очень-то и хотелось бы. А надо, а надо, а надо. Вот, пожалуйста, вам типичный разговор. Конечно, не надо. Получается, что мы манипулируем сразу несколькими людьми. А главное, что, знаете, здесь есть такой момент очень тонкий. Дети, когда растут, они болеют, они капризничают. Есть такое, да. Очень много волнений. Допустим, период жизни ребенка с года до трех лет, это такой трэш для родителей. О, замечательное время, мы помним хорошо. Да, да, и есть, ну, скажем, если говорить о маме, например, о родительнице, она очень сильно уязвлена, очень много страхов, плюс ко всему. Есть ли еще, это такое, знаете, давление на суеверное сознание. Вот, не крещена, следовательно, плачет, да, то есть, безумная логика. Вы понимаете, о чем я, да? Да, конечно, понимаю, и это, я бы хотел, может быть, сказать, чем крещение не является. Да, потому что если попытаться ответить на вопрос, что такое крещение, то мы сразу перейдем в такую сферу богословия. И это будет, ну, я думаю, несколько сложно для восприятия, кто не совсем в теме. Да, да, здорово, что вы направляете нас. Я правильно понимаю, что вы сразу вдвоем выключите меня из разговора. Ну, потому что тогда милости просим всегда в храм, есть вне богослужебные встречи, беседы, клубы, общения. Сейчас священники активно осваивают инстаграм, прочие сети. Мы это видим. Кстати, инстаграм Павла будет в ссылке в описании, можете посмотреть. Спасибо, это очень почетно для меня. Вот, и чем крещение не является? Крещение не является необходимым таким действием для того, чтобы решить вопросы с психоэмоциональной сферой жизни ребенка. Оп. Вот, и его родителей крещение – это свободный выбор и, если хотите, привитие человека к организму церкви. Да, потому что церковь в таком мистическом смысле – это тело Иисуса Христа. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Я буду делать отсылки. Да, конечно, здорово, что вот это нам и нужно. Мы этого и очень хотели бы. Отлично, да. Потому что источниками нашего опыта и практики жизни христианской является священное писание Ветхого и Нового Завета. Христос оставил после себя церковь, как сообщество верующих в Него людей. Верующих, вера. И в Евангелии от Марка мы находим такие слова. Тот, кто будет иметь веру и крестится, спасен будет. Кто не будет иметь веры, осужден будет. Заметьте, там не сказано, что кто не будет крещен, будет осужден. А кто будет даже крещен, но без веры. Вот здесь очень важный момент веры. Поэтому, исходя даже из этих слов, такая логика, как мы крестим, потому что… Условно говоря, мы… Все так делают, например. Все так делают, да. Или же вот плохо себя ребенок… Ну, например. Или он там плохо спит. Да. Да, то есть это такая, знаете, вот… Есть на алкополках соответствующих отделах. О, мы переходим в сферу, на которую мы хорошо ориентируемся. Пожалуйста. Есть вот, ну, хорошие, дорогие, качественные напитки, да. А есть вот ряд плодово-ягодных с очень… Последний год мы тоже туда смотрим. Сейчас с зарплатой. Если вот плодовые дешевые, да, напитки, это вот такая дешевая мистика. Да, такие вот, я бы сказал… Это то, что называется профессиональными религиоведами, как рассеянная бытовая религиозность. О, очень хороший, очень хороший термин, да. Это вот такой компендиум, да, это такой вот такой микс из различных представлений. Мифов каких-то, стереотипов. Да, который замешан на страхе. А Евангелие говорит, совершенно любовь изгоняет страх, да. Поэтому христианство и страх, да, христианство и понуждение или принуждение, да, это всегда, это всегда большая неудача. Мы знаем, мы знаем примеры исторические, да, каких-то таких своих позорных страниц. Да, и мы видим, что это истории осуждено, это не дало тех плодов в перспективе. То есть, в конце концов, вот здесь мы должны понимать, что родители отвечают за своего ребенка. Так. И определяют его жизнь, да. Здесь, говоря уже о крещении, да, например, о самом крещении. Крещение детей возможно. Возможно. Почему? Ну, например, потому что мы проводим аналогию с Ветхим Заветом, и в Ветхом Завете вера в единого Бога, она была сконцентрирована в рамках одного народа, народа Израиля, еврейского народа. И мальчиков, первенцев обрезывали крайнюю плоть, да, на восьмой день от рождения. Да. Это был видимый знак принадлежности к народу, да, то есть крещение в духовном смысле имеет, мы проводим аналогию с этим Ветхозаветным обрядом, да, то есть человек рождается в церковь, он становится частью церкви, а церковь в Новом Завете Христова названа Новым Израилем. То есть, но в данном случае в церковь входят люди не по принадлежности крови, да, а по духовному росту и вере в Иисуса Христа, но ребенок не может декларировать и исповедовать веру самостоятельно. Сто процентов. Особенно младенец. Да, вот в этом и главный вопрос, да. И в этом есть, скажем, какие-то претензии со стороны неопротестантских общин, в том числе, ну, к православной вере, к римокатолической церкви, да, что вот я не выбирал, поэтому... Да, это интересный вопрос, который в том же, в том числе, вот и я думал о том, что, так, а человека не спросили в целом-то? Да, ну, вот таких прямых аргументов за и против крещения младенцев, да, мы не находим в Священном Писании, поэтому наши позиции, они равны, но у нас есть косвенное подтверждение. Это первое, это вот ветхозаветный обряд обрезания, вот как инициация, а второе, есть такие косвенные указания на возможность крещения младенцев, когда апостол Петр, например, крестил дом римского военачальника, и вот в понятие дом были включены все проживающие. Все проживающие, и дети, да, и дети, и рабы, и кто там, ординарцы, ну, то есть... Ну, дом — это все, кто служащие, условно, служили в этом доме. Да, челядь, условно говоря, поэтому, но есть проблема, да, покрестили и забыли. Так, о, вот. Вот это главная проблема, которая, собственно, она... Да, Вить, расскажи, пожалуйста, сейчас, покрестили и забыли. Как прошла служба в воскресенье в храме, давай, рассказывай нам, как ты. Я взял ребенка, мы пришли к храму, постояли, покрестились, ушли, все, очистились. Нет, конечно же, не так это происходит, допустим, у нас, да, потому что, если говорить о том, как мы покрестили, то и позиция наша, которая была от крещения, это было, вот как уже сказал Павел, да, что варианты крещения. Все так делают, а у нас в семье так принято, а вот бабушка по традиции всех крестила, поэтому ей тоже, она должна и привезти в церковь, потому что ее бабушка привела в церковь. То есть, знаешь, как бы такие внутрисемейные традиции сюда еще добавляются, да, кроме общественного мнения, поэтому от них тоже особо никуда не уйдешь. И у нас была такая позиция, вот, ну, раз мы, как бы, семья у нас большая, если взять там двоюродных, троюродных, раз мы не звали никого на свадьбу свою, да, то нужно сделать какой-то семейный праздник все-таки, да. И плюс еще папа говорит, так, а крестить-то вы будете? Ну, или там папа, мама, то есть, ну, родственник, крестить вы будете? Так давайте, если крестить... Папа знает, что на крестины полагается застолье, и по этому поводу... Если крестить, приезжайте к нам уже тогда, вот на малую родину, и вот здесь вот будем крестить. И тебя мы тут крестили, да, и маю покрестим, то есть вот такая история. Поэтому у нас, как бы, крещение, оно стало больше таким семейным праздником, да, на который мы уже приглашали всех и друзей, и близких. Вот. Дальнейшее, да, как бы соприкосновение семьи с церковью, это исключительно календарные церковные праздники. Ну, такие основные, да, это Пасха, это Рождество, потому что на эти праздники тоже это все объединено внутри семьи, потому что на эти праздники тоже собираемся с семьей, либо с семьей жены, либо со своей семьей, и уже там соблюдая некоторые там обряды внутри семьи, то есть как бы вот это единственное наше соприкосновение на данный момент с церковью. Такого, чтобы мы ходили на службу, да, или смотрели службу, или что-то еще связанное там непосредственно с церковью нет, такого в семье нет. Скорее традиционность. Да, больше это, знаешь, когда церковь вошла в семью, и это превратилось в традиции. Ну, это круто. Это немало. О чем мы говорили, Павел, да, что вот есть такие моменты, по которым люди, скажем так, это становится поводом для семейного собрания, да, какого-то там просто времяпрепровождения, чтобы обсудить. Ну, вот знаешь, даже сейчас я понимаю, что вот эти мероприятия, это все-таки, ну, как минимум, да, то, что объединяет семью, скрепляет семью, да, и вот церковь стала такой скреп, семейной скрепой, да, хоть скрепы это, наверное, не очень такое модное, и актуальное. Скорный термин, да. Да, но, но, но это же факт. Факт, да, как от этого уйти. Да, то есть получается, Павел, если мы правильно слышим вас, да? Павел, подожди, смотри, это у меня с крещением. Так. А теперь расскажи, вот дай я тебе такой пинг-понг, а теперь расскажи, не крещеный ты наш, да? У вас же тоже праздники отмечаются. В общем, Павел, я так полагаю, я так полагаю, что мы вас позвали в качестве арбитра, просто мы тут ходим. Так, вот, человек разбирается, а вот вы послушаете, как у нас. Да, дебаты. У нас какая ситуация? У меня мама и папа, мама, она, ну, как бы католичка, да, то есть крещена в католическом храме, а папа православный. И у нас какое-то особенное отвлечивление христианству, которое в основном любит поесть, потому что у нас две Пасхи, два Рождества, то есть мама весной делает куличи два раза, ну, католическая православная, пожалуйста. Папа тоже очень ждет праздники календарные. Я вообще удивляюсь, почему он не заглядывает в Коран, не смотрит, что у них там из баранины есть, знаете, мы как-то... Ну, Коран, вы знаете, это традиция, которую надо знать, а для того, чтобы просто создать себе повод, можно просто смотреть обычный советский календарь. Ну, я скорее вот говорю... День заката сегодня, знаешь. Об этом, о том, что, о, Пасха, отлично, я говорю, слушайте, там в календаре еще пост... Пост подождет... Это, слушай, там... Пост это... Пост это для верующих, а мы любим поесть, ну... Ну, я не знаю, я, может быть, конечно, все там сгустел краски, понятное дело, что все может там... Под руками сейчас я давно там с родителями не живу, может, они уже... Ну, как-то сплотились сильнее вокруг этого. Но вот такая ситуация. Вот, а мы, когда это... Ну, вот, в 80-е годы тоже было такое время сложное, и как-то было непросто вообще организовать это крещение. Ну, и, наверное, родители такие... Ай, ну и ладно. Вот. Ну, вы знаете, в первую очередь хочу подчеркнуть такую черту вот межконфессиональных браков. Это наша прям вот белорусская черта. Да, у вас особенность, да. И, например, есть вот прекрасный пример в истории. Святая праведная София, княгиня Слуцкая. Так. Да, которую любил безумно один из родов, из рода радивилов. Так. И там ее опекуны, она вышла замуж 12 лет, ее опекуны не хотели отдавать ее замуж, потому что за ней шло богатое, приданное родивилы поставили войска с пушками. Да, в общем, и Януш Радивил, ее муж, был кальвинистом. И, в общем, это была такая безумная любовь. Поэтому вот у нас такой очень крутой на наших землях, в анамнезе историческом такой замес. И вот, знаете, я тоже очень люблю поесть. Вот. И это, да, человек ест, есть то, что он ест. И вообще хочу обратить внимание, что ведь новозаветная церковь основана Иисусом Христом на Тайной Вечере. Внешне это была традиционная ветхозаветная пасхальная трапеза, которую он совершал со своими учениками, и в которую он внес изменения, которые повлекли за собой рождение христианской общины. Поэтому вот это, ну, куличи, вот этот приход домой. У меня, дело в том, что я очень хорошо, Юра, вас понимаю, потому что у меня есть жизнь безрелигиозная, и порог храма я переступил в 21 год после возвращения из армии. То есть есть с чем сравнивать. И все присутствие церкви, ну, или, условно говоря, религиозных праздников в моей жизни в детстве, да, это была дежа, в которой сходило тесто для плечей. Мама говорит, в ванну не заходи, там тесто сходит, пожалуйста. Я тихонько... Ходили немытые два дня, да. Я тихонько выдергивал там изюм, который... Да, 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 да. Вот, собственно, и все. И вместе с тем, вот говоря о традиции, да, семья — это, ну, нам кажется, что это союз двоих, да, это целое сообщество, комьюнити. Да, и это понимаешь только со временем, сколько людей вообще вовлечены, и это понятно в том числе и на тех праздниках, которые Витя описывал, да, что собирается много людей, и все члены семьи, встречаясь, имея вот это общее пространство для торжеств, они видят, ну, я не знаю, я лично повышаю свою самооценку, потому что я вижу, что вот и я принадлежу к этому миру, я не одинок. Ну, для меня лично это был очень острый момент, вот это одиночество в детстве, вот, и когда за тебя некому заступиться, ты не чувствуешь, да, что окружающий тебя мир людей, ну, там, кроме мамы, ты никому не интересен, условно говоря. Поэтому вот здесь, и я не хочу, чтобы мы вообще говорили там о религиозной люди, нерелигиозной, в какой степени религиозной. Да, мы люди. Так. Мы люди, и как это, со своими экзистенциональными запросами, ужасами, с одной перспективой. Да, она одна у всех. Одна у всех, да, и вот, и если говорить о христианстве и о необходимости крещения, да, вот, ну, здесь уже немножко мы в такую сферу переходим, как бы, взрослых вопрошаний таких и ответов, да, что крещение – это прививка от смерти. А, вот. Вот это очень важно. Смотри, вот этот тезис, да, который… Это ключевой богословский момент, то есть это прививка от смерти, потому, ну, и там об этом говорится в самом крещении, там отрывок читается из послания апостола Павла к римлянам, да, он говорит, что неужели вы не знаете, что все мы, кто были крещены во имя Иисуса Христа, в смерть его были крещены. Вот это троекратное погружение в воду, да, вода как среда в данном случае, в которой человек погибает, да, и троекратное погружение в воду крещения мистически соединяет с трехдневным пребыванием Христа во гробе, да. И как Христос воскрес из мертвых, так и мы будем ходить в обновленной жизни. То есть вот здесь мы приходим в область чистой веры, да, ну, вот не зубодробительной, условно говоря, полемики, там до дискуссий, а именно вот вопрос, апостол Павел опять же об этом говорит очень ярко, современно, так вот экспрессивно, да, если Христос не воскрес, мы, верующие, самые несчастные люди, да, если Христос не воскрес, тщетна ваша вера, тщетна наша проповедь. То есть мы, ну, самые несчастные люди, это люди самообманывающиеся, да, то есть и кто упорно это делает. Но мы видим, что история продолжается, и личность Иисуса Христа является, ну, такой ключевой скандальной личностью до сих пор. И поэтому вот здесь очень важный момент. Крещение, когда оно проходит мимо личности Иисуса Христа, да, у взрослых или у детей, оно становится таким семенем, которое, ну, условно говоря, которое засевается, но не прорастает. Да, и человек, ну, и поэтому вопрос, а зачем? Он ключевой. Да, да. То есть он ключевой, то есть пока я не отвечу себе на вопрос, почему я это делаю, вот, для кого-то, но рацию в данном случае не является такой, знаете, вот таким достоинством, да, потому что, потому что сердечность веры, к которой способны женщины, это очень важный момент, у нас может быть поэтому женщин больше в церкви, чем мужчин, да, сердечность веры, она тоже не отменяет вот возможности вот этого порыва, вера как доверие, вера как доверие, вера не как требование окончательных и таких исключительных аргументов, да, в пользу того, почему я должен это сделать, но в любом случае ключевой момент – это самоопределение, и для детей родители вот, прежде всего, самоопределяются, вот, поэтому, поэтому, вы знаете, я вот не нахожусь вот между вами, как между двумя полюсами, да, мы просто каждый, каждый, в общем-то, ну, я вижу, у нас достаточно такой честный разговор. Да, 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 мы как бы тоже, мы тут не воюем с Юрой, да, зато нужно, не нужно, да, мы хотим для себя разобраться вообще и понять, да, насколько, насколько нам это необходимо, и какие, что движет людьми, когда они так же приходят. Посмотрите, Павел, есть еще такая позиция, тоже такое рассуждение, тут, опять же, я понял, что рационально это не всегда, не всегда важный здесь аргумент, но вот рассуждение такое, что так, ну вот маленький человек за себя не принимает решения, вот мы его там принесли, покрестили, все, хорошо, но а что, если он вырастет и такой, о-о-о, а что-то я не совсем вот согласен, не совсем комфортно чувствую себя в этом, да. Я вообще там, какие-то другие у меня убеждения, и что если, например, дать возможность человеку вырасти, да, до какого-то возраста сознательного, когда он принимает какие-то решения за свою жизнь, за себя, и сказать, слушай, если хочешь, вот сейчас, пойдем, пожалуйста, в церковь, обряд крещения, все, там, свечи, рубашка, три раза, да, да. Там, кстати, есть памятка, я почитал, есть памятки, что нужно взять с собой, все, пожалуйста, добро пожаловать в церковь. Вот такой момент, есть ли по этому поводу... Ну, понимаете, мы же с чем сталкиваемся? С живым религиозным чувством у детей. Им интересно, вот особенно у маленьких, да, им интересно. У нас на приходе в 15-м году появился кораблик, как детская площадка, и со временем у нас увеличилось количество прихожан, причем не потому, что мы там так пламенно проповедовали, да, или ловили и затягивали в храм людей, а потому что дети ходили со своими родителями на кораблик, у них всегда возникал интерес, а что это за домик? А потом они говорили, пойдем, сходим, и родители, даже если были не очень настроены туда идти, потому что, вот, допустим, сам бы взрослый, он бы не переступил порог. Сто процентов. Но для того, чтобы удовлетворить любопытство своего малыша, люди заходили в церковь. У нас есть такие прихожане. Вот здесь нельзя просчитать механизм, но человек, вот здесь очень, тут надо создать условия. Дело в том, что мы не можем ребенка оставить в вакууме. Окей, можно не крестить. Но в какой-то момент, да, вот у Маяковского Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Исходя из созвучия возрастной психологии, да, ведь в церкви православный опыт исповеди у детей начинается с 7 лет. Так. Да. То есть это, вот, это как раз таки возраст вот этих вопросов, что такое хорошо, что такое плохо. То есть ребенок начинает какие-то нравственные категории, в нем оживают, да, и эти вопросы он уже артикулирует. Да. И как раз таки сфера добра и зла, что есть добро, что есть зло, какие способы противостояния злу, это все ребенка живо интересует. И поэтому в любом случае должен быть, ну, должен, ну, какой-то дискурс, да, потому что, окей, ты вот здесь вот, ну, мы тебя родили, мы с тобой тебя развлекаем, а потом у ребенка может даже не возникнуть вообще никакого желания во взрослом состоянии, да, самоопределяться. И дальше это уже, понимаете, ведь то, на чем я хочу заострить внимание, христианство – это мировоззрение, а не обряды. То есть обряды – это то, что уже… Да, то, что есть внутри христианства, да. Да, да, это мировоззренческие категории, да, да, взгляды. А обряды – это то, что, скажем так, это средство выражения. И вот часто у нас такой есть перекос в том, что мы именно обряд делаем основным содержанием своей веры, ну, считаем, что это так. Да. То есть православие – это свечка, купола, колокола, условно говоря, но православие – это Евангелие, да, это Иисус Христос, да, это отношение с Богом живым, человеческой души, в молитве. То есть вот эти вещи, да, если они не сформированы, то человеку сложно бывает. Получается, ребенка можно крестить, и Писание Священное, да, наверное, не запрещает вот этого, да, потому что родители сами могут определить дальнейшую ситуацию. Вот Юра спрашивал, да, почему это, соответственно, там нельзя в сознательном возрасте не торопиться. А есть ли случаи, да, у вас были случаи, когда люди приходили в сознательном возрасте, крестились, потому что, допустим, я знаю, у меня есть знакомые, которые к 30 годам решили, что им необходимо принять веру, и они шли в православие. Много ли таких случаев, есть ли они, и что-нибудь вот на вашей памяти какая-нибудь история была такая? Ну, таких случаев немного по соотношению с крещением младенцев, но они есть, и в нашем храме мы совершаем крещение в рамках совершения литургии воскресного дня, да, то есть это крещальная литургия. Человек, который принимает крещение в сознательном возрасте, это есть один такой большой плюс, да, это, как правило, связано с мировоззренческим выбором. То есть это опыт жизни, и более того, что, ну, для меня это очень позитивная повестка, потому что чаще всего в подавляющем большинстве люди приходят в храм в ситуации безресурсности, беды, болезни, потери близкого. Это основные сегодня, ну, основные сегодня… Ну да, в сложной ситуации, когда тяжело уже человеку, он ищет где-то спасение, и, возможно, храм становится его спасением. Люди, которые приходят к мысли о необходимости крещения уже взрослыми, это тоже какие-то жизненные испытания, но это такой осознанный шаг, да, то есть когда человека подвигают не обстоятельства, а вот его, то есть обстоятельства могут послужить таким триггером, да, для его такого глубокого глубокой трансформации, да, интеллектуальной, духовной, он начинает узнать, тем более, что, понимаете, ведь, ну, попросту говоря, если делать выбор, например, в пользу той или иной конфессии, опираясь на медийные средства, да, то, ну, православие-то очень медийно непопулярно сегодня выглядит. Да-да-да, я хочу заметить, я когда пришел впервые в католический храм, на что обратил внимание, там есть лавки, и там человек играл на бас-гитаре. Да, и Юра сказал, если я выберу религию, то это будет католичество, там можно играть на басу. Нет, я вам абсолютно обывательские говорю вещи, то, что я вижу и о чем думаю в тот момент, когда с этим соприкасаюсь. Да, я понимаю, да, у нас, ну, вот, встречают по одежке, и мы вводим человека через крещение во время литургии, о нем у нас по воскресеньям в 6.30 утра, ранней литургии, это, как правило, вот костяк общины. У нас народное пение, то есть все поют за богослужением, и человек понимает, что он входит в жизнь церкви. В жизнь ему дана возможность в том числе и завязаться каким-то отношением, таким горизонтальным, условно говоря. То есть его принимают как в семью. Это очень важный момент. Церковная община-семья, вот такой тезис. Да, но это же, в принципе, основной тезис, мне кажется, протестантских общин, да, практически. И, ну, как бы, понятно, протестантизм — это тоже христианство, оно оттуда же все идет, да? Ну, вот, допустим, да, как бы протестанты на это делают очень большой упор, исходя из медийности, наверное, вот так я скажу, да? И, да, есть, они делятся на малые домашние церкви, ячейки, да, где собираются в квартирах верующие. То есть это, ну, собственно, и укрепляет общину. И, вы понимаете, мы немножко, что называется, наша традиция так значительно претерпела изменения, да, но если мы обратим внимание на традицию православия в Греции, в Сербии, в Грузии, мы увидим, что христианство или в Египте у коптов, да, мы увидим, что христианство это и торговля, это и, ну, условно говоря, кто-то из прихожан, там, владелец шиномонтажа, да, кому-то нужно заменить. Ну, и все, и связи, получается, это социальная сеть, можно сказать так, да, в таком вот видимом, да. Да, но это в целом, правильно? У нас же немножко это все по-другому выглядит. Ну, по-разному, по-разному. Ну, да, есть, конечно, есть такие приходы, наверное, где все очень плотненько друг с другом, да, но снова же вы сказали, да, из-за того, что медийность не самая популярная, да, то, наверное... Это происходит нечасто, да, именно люди в зрелом возрасте приходят. Ну, это уже, да, возвращаемся. Приходят к крещению. Да, Павел, вопрос все-таки, да, возвращаясь к этому вопросу, я не знаю, в вашей практике или практике тех людей, с кем вы взаимодействуете, самый поздний возраст, когда человек пришел и сказал, я хочу креститься? Ну, иногда человек говорил это на смертном адре. Оу. Да, я крестил женщину, крестил женщину, которая была уже в терминальной стадии. Да, ну и, знаете, это такая часть жизни священников, которая особо не видна, ну и... Потому что, ну, у нас в потребительском обществе все должно быть стерильно и все самые неприятные, да, все должно пахнуть фиалками везде. Да, поэтому, поэтому есть, нет ограничений, да, но приходят люди молодые, это реже, но обычно это вот кризис среднего возраста. Это такая тема, которая... Я про это могу рассказать. Которая близка нам, и мы можем поговорить об этом чуть позже. Я рассказывал, как-то делился, говорил, потому что в какой-то момент вот ты живешь, я не знаю, там где-то к 30 накатывает эта штука, что вот ты чувствуешь вот тут немножко, немножко чуть-чуть пустовато становится. Вот просто вот здесь, непонятно по какой причине, вообще вот просто как будто раз, и потом ты думаешь, а чем это все заткнуть? Идешь, покупаешь джинсы, майки, телефон новый покупаешь. Понимаешь, что не заполняется. Нет, а потом раз, бокальчик пива, оп, и сразу, хоп, и легче стало как-то. И чуть-чуть стало легче. Ага, так вот оно. А вот смотри, а потом еще бокальчик, еще бокальчик, а потом еще более пусто становится, и не хватает бокальчиков, чтобы заполнить. И в течение утра уже ждешь открытия магазина. И тогда уже тебя спасает, понимаешь, вот возможно общество. Я имею в виду, да, к чему? Что я на собственном опыте убедился в том, что такой запрос появляется, вот это ощущение, что ты в какой-то пропасти летишь такой, а-а-а, просто. И такой, за что? За что-то, на что-то надо опереться в момент жизни, когда там ты становишься взрослым, у тебя появляются дела, обязанности какие-то. И такой, что-то должно быть. Да, какая-то дополнительная опора. Да, наверное, знаешь, почему это происходит? Потому что из-под твоей опоры уходит вот семья именно родителей. Они уже не становятся той, может быть, точкой опоры или тем столпом, да, который тебя держал очень долгое время. А ты как бы сам заменяешь их, и теперь вот ты столб, и тебе нужно искать какой-то еще ниже что-то, чтобы тебя поддерживало. Мне пару недель назад папа бросил денег на телефон. Я так себя почувствовал. Это так мило. Просто я такой, ух ты, ух ты, кто-то может решать такие вопросы. Я такой, блин, может, поехать к ним пожить пару недель. А это хороший вариант, на самом деле, потому что у них тоже пустовато становится. Да. В общем, возраст, когда люди приходят… Разный. Ну, скажем так, у них возникает желание креститься, это абсолютно по-разному, и тенденций, скажем так, не наблюдается, потому что это происходит нечасто, да, по вашим, ну, то есть по вашим наблюдениям. Ну, нередко спрашивают возможности. То есть есть же у нас в храмах масса взрослых людей, христиан, которые были крещены, но их мировоззренческие запросы не удовлетворены до сих пор. И поэтому, ну, мы сейчас, ну, мы сейчас, есть опыт такой системный, многодневный, да, в цикле целого года жизни общины, да, курс катехизации, который уже с 1998 года проводится в общине Федоровского собора в Санкт-Петербурге. Я просто знаком с настоятелем, с духовенством, и мы у нас сейчас служат пятеро священникам на приходе, у нас буквально на днях увеличился штат наших клириков, и мы хотим, в общем-то, предложить, разработать такую систему, да, предложить людям, которые хотят узнать о христианстве больше и систематизировать, да, свои знания, в том числе хотим предложить такую вот возможность. Ну, мы построили еще маленькую такую локацию рядом с храмом, это кафе приходское. Смотрите, корабли, детки, кафе, заманухи, конечно. Да, я только хотел спросить, а пивнуха, вот если появится, представляете, сколько человек пойдет? Послушайте, друзья, без шуток, без шуток, вот если бы мы немножко были крафтовой другой культуры, да, мне очень нравится, мне очень нравится система английских пабов. Вот кораблик нам строили друзья наши англичане из Бирмингема. Да-да-да, там эта культура живет очень сильно. Простые реднеки, очень небогатые люди, и вот наш друг, он заболел сильно и пригласил нас с супругой, что говорит, давай приедьте к нам в гости, потому что, ну, может быть, это будет последняя наша встреча. К счастью, слава богу, он живет, и мы надеемся, что после локдауна приедет к нам в гости. И, ну, мы поехали, и вот оказались в пятничный вечер в какой-то, понимаете, это не просто паб, это была какая-то промзона шабаны, там местная, вот, в каком-то ангаре мы заходим, и звучит живой цыганский джаз, а это на секундочку 23.00, это у них bravery называют, да, и там диапазон возрастной от младенцев в коляске до стариков, и вот это комьюнити, вы знаете, это очень весело не с точки зрения, вот, ну, надраться, да, да, понятно, там другая культура. Это, да, и это общение, да, потому что они же тоже такие люди, ну, такие немножко сдержаны. Да, очевидно. Вот, и, ну, а к сожалению, к сожалению, те, та статистика, скажем, связанная с употреблением алкоголя, а главное, ну, что, допустим, та же статистика МВД по бытовым убийствам, да, она просто говорит о том, что у нас это, у нас это невыполнимо, ну, поэтому вкусный капучино, свежая выпечка, хлебушек крафтовый, это все уже есть у нас. Ну, это здорово. Да, и вот тут есть один такой момент, я вообще как чоповец, да, как охранник подрабатываю в кафе, ну, хожу, да, и интересно, для людей это немножко, ну, они приходят, для кафе для них это привычная обстановка, в храме взрослым людям, им так стремно немножко. А здесь они видят, и потом мы начинаем просто общаться, да, и у нас есть просто место, где мы можем посидеть за чаем, и те, кто захочет прийти, мы сможем побеседовать, как сейчас с вами. Я правильно понимаю, что человек сидит в кафе, вы к нему подходите, говорит, пойдем поговорим. Нет, он встает, весь в панике, переживая и волнуюсь, вы выводите его просто в соседнее здание, в храм, говорит, ну что. Крещен? Как жизнь свою очищаешь, как тебе живется? По-моему, эти картины Василошкина, да, да, да. Я помолюсь о тебе это. Нет, нет, мы никому не пристаем, просто это кафе возникло как необходимость красивого, уютного местечка, которого, к сожалению, крупные торговые сети не могут предложить жителям Каменной Горки. Да, это заметно, да. Есть васильки, а здесь все такое миниатюрное, хороший запах, сдоба. Это то, чего не хватает, кафе возле дома, знаете, когда ты выходишь в тапочках. Семейного, даже, наверное, вот так, кафе возле дома, когда ты выходишь в тапочках, а еще и ребенка, часок, пускай там погуляет на том же кораблике, да, они же, я так понимаю, рядом у вас все это, да, и ребенок где-то там погулял, и ты круассан, там, какую-нибудь булочку с кофейком выпил, да, вроде бы и на свежем воздухе побыли, и там маму освободили, или наоборот дали время там для каких-то домашних, домашней рутины. Или маму в кафе, да. Ну, как бы, нет, это класс, вот я на самом деле, вы знаете, когда изначально там говорили про кораблик, да, я такой думаю, ну, так это же отличная схема, да, это вот заходить через детей, потом вы говорите кафе, что дальше? Торговый центр, там, кстати, я слышал, что по налогообложению там вообще, вот, не знаю, палатка с кроссовками, там. Я объясню, про кораблик, про кораблик, честно вам скажу, вы когда сказали, что вот у вас на территории кораблик, и люди приходят, просто детям интересно, угадайте, почему я в Серебрянке по три часа сижу в Папа Джонс, я покупаю там кофе, на меня смотрят, типа, опять этот кофемант пришел, потому что там детская площадка, там есть горка, это кафе, в котором есть горка, и я туда прихожу, снимаю ботиночки детям, с детей, все, они на горке катаются, там батут, что-то попрыгали, я посижу, могу хоть в Инстаграме посидеть. Нет, так такая же история, мы когда выбираем там воскресную поездку, чтобы, ну там, воскресную, субботнюю поездку выходного дня с семьей, чтобы выехать либо на обед, либо там вечером поужинать, ребенок только там гараж, либо Папа Джонс, потому что я не знаю, почему другие заведения не могут выделить там 10 квадратных метров и не сделать закрытую мини-площадку. Да, ну это исходя уже из семейности. А это как раз, я думаю, что, понимаете ведь, что такое подкаст «Кто твой папочка?» Это же сфера культуры, а сфера культуры – это сфера формирования смыслов. У нас не дружественное детям общество, и это меняется сейчас, потому что меняется поколение, ну вот это женщина, это ваш ребенок, да? Все вещи далее, или, ну, я уже не говорю, там, по молодости, там, моя жена сколько там натерпелась, да? Ну и плюс ко всему эти комментарии, что понарожали. Да, 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 не трогай, не заплатишь потом. Да, 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 такой вот абьюз вот этот, и поэтому здесь сейчас ситуация меняется, и в конечном итоге держатели таких вот пабликов, они поймут, что, елки-палки, хватит уже протирать стаканы, да, до прозрачности стерили. Сделайте место удобнее, да? Да, поставьте пару пластмассовых горочек, и я видел в Черногории вот под Горица, кафедральный собор, прекрасный, великолепный, рядом кафе, детская площадка, сидят черногорцы, пьют кофе, курят, дети тусят, все это, все это в красивом месте. Да. Знаете, вот этот момент такой очень важный, да, нужно, мне очень нравится песенка «Курары», нужно больше хорошего. Вот больше хорошего, да, это не только в, ну, там, больше хороших брендов, да, это больше красоты. Эстетика. Эстетика, эстетика, и это, и люди, и люди, конечно, они будут хотеть быть там, где красиво. Сто процентов. Да, где красиво, где спокойно, где спокойно. Два вопроса у меня еще. Давай, давай. Из той части, из первой, скажем так, нашей части беседы, первый вопрос. Вы говорили о том, что люди приходят в церковь чаще всего в момент опустошения, тревоги и страха. Скажите, пожалуйста, лично вы заметили, во второй половине августа какое количество людей прибавилось вообще тех, кто приходил в церковь? Вы знаете, это очень были, очень были, ну, для нас очень драматические дни, ну, в том числе, наш храм расписали там какой-то матершиной краской, и с одной стороны, с другой стороны, очень сильный был внутренний конфликт, да, потому что церковь-то люди, да, и несколько наших прихожан вынуждены были уехать за рубеж, часть покинула храм, потому что они были не удовлетворены, скажем так, моей позицией. Вот, ну, в общем, наговорено очень много таких неосторожных слов, ну, не с точки зрения там преследования последующего уголовного, а просто вот, ну, потому что, знаете, как после семейного скандала, да, то есть… Разошлись все по углам и молчат. Да, 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 да. Ну, мы стараемся, мы стараемся, ну, разговаривать, вместе с тем пришли люди, новые люди пришли. Пришли, да, было количество людей. Конечно, потому что, ну, понимаете, мы не можем, мы не можем себе, ну, позволить, да, как-то к кому-то примыкать. Да. Да, здесь, здесь дело не в том, что вот мы такие, знаете, ли, вот мы надо всем, потому что, обязаны быть надо всем, потому что с любых сторон противоборствующих есть наши верующие, христиане, наши прихожане. Это совершенно понятно. Это сложная ситуация, я скажу честно. Сто процентов. Это сложная, и она будет в какой-то степени транслироваться, вот, налицо такая поляризация общества, да, поэтому, поэтому, ну, год народного единства объявлен, да, но нужно очень много внутренней личной нравственной работы делать каждому человеку для того, чтобы этого единства подвиваться. Нет, понятно, здесь правых не про то, что хорошо, что плохо, а именно о людях, которые вот в этот момент они решили, пришло время, не прийти, не прийти сюда. Да, то есть такое количество людей внушительное добавилось, правильно я понимаю? Да, есть люди, и любой кризис – это, конечно, возможность. Ну, сто процентов. Да, да, поэтому, ну, здесь надо понимать, что у нас нет каких-то технологий, да, вот воздействия, да, или привода, вот мы сейчас на какие-то сигналы подадим, да, и люди как под дудочку, да, пойдут. Нет, это всегда очень личный, внутренний, скрытый, таинственный процесс, да, взаимоотношений человека и Бога. И Бог выходит человеку навстречу, да, и в такие, именно когда человек сокрушен, да, как в 50-м псалме такие слова есть прекрасные, сердце сокрушенного и смиренного Бог не уничижит. То есть именно вот когда человек, ну, так, подразбит, он не может там ни позвонить, ни, он может сказать, господи, что происходит, что со мной, где я, да, и вот ответ может прийти к нему. Если человек его расслышит, он начинает двигаться туда, куда считает нужным. — Я понял. Возвращаясь все-таки к теме, да, про крещение, я здесь уже... — Да-да-да, я думаю, что, ну, вернемся как раз-таки из... Ну, у тебя есть, Юр, вопрос? — Есть вопрос по крещению. — Давай, давай теперь ты. — Да, крестный отец. — О! — Вот. — Я именно про это. Хороший фильм, блин, ты, я не хотел спросить. — Какая часть вам больше понравилась? — Ну, первая часть, конечно. — Да, ну, вторая тоже. — Прокрестного отца. — Вот, давайте про крестных говорить, потому что мой вопрос был про крестных родителей. — Тоже, да? — Здорово. — Итак, крестный отец. Смотрите, когда я выбирал крестного отца для своего ребенка, и Таня, когда жена моя выбирала крестную маму, то, конечно же, мы выбирали самых близких людей, в ком мы уверены, да, и... — Уверены по каким параметрам? По финансовым, в первую. — Вот, я хотел сказать, и как сказал Юра, которым каждый год будут дарить ребенку на день рождения подарок. Нет, в которых мы уверены, которые наши друзья, которые мы можем довериться, которые не бросят, ну, и... В общем, друзья, да, вот настоящие друзья. Их немного, но вот настоящему другу довериться. — Есть ли какая-то дорожная карта выбора крестного родителя для ребенка? — Да, вообще. — Хорошо. — И какие принципы? Как вообще выбирает? Там, да это ж мой кореш, мы его не верят, тусили, как бы, это ж, ну, Санька мой, ну... — Принципы, функции. А, ну, вот что вообще должен по-хорошему делать крестный? — Вот, давайте про это поговорим. — Что должен? Ну, первое, конечно, если мы говорим о крещении в православной христианской традиции, то крестные могут быть только православные христиане. И, ну, желательно, чтобы они были практикующими. — То есть, приходили в церковь, соблюдали какие-то... — Не то, чтобы разделяли вероучение церкви. Это очень важный момент, почему. Есть, мы говорили о том, что крещение возможно при сознательном исповедании веры. Младенец этого... — Да, младенец этого не осознает. — Да, не осознает. И поэтому крещение возможно по вере родителей и восприемников крестных. И вот если родители, скажем, самим фактом своего доверия, мы хотим, чтобы крещение состоялось, то крестные родители, они перед крещением читают такой основополагающий вероучительный текст, молитву православия, символ веры. — Должны читать. — Очень важный вопрос. Сколько страниц, Павел? — Пожалуйста, сколько страниц? — Это 12 тезисов. — А, брошюра. — Да, это не брошюра, это 12 тезисов. — Ну, А4 или столько А5, где выписаны тезисы. — Да, верою во единого Бога Отца Вседержима. — А, это имейте в виду уже во время обряда. — А, нет, все нормально. — Потому что это какие-то подготовительные этапы. — Да, и об этом тоже еще поговорим. — Вот, и если крестные знают на сегодняшний день молитву «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», да, ну, это, ну, знать какой-то чинаж, да, мы же знаем. — Да-да-да. — Из классики литературы. — Вот, то, ну, это уже продвинутые крестные. — Продвинутые крестные. — Какие молитвы знаете? — Знаешь, как, помнишь это в детстве, вот этом дворовом в 90-е, когда, так, металлику, состав металлика, давай мне, кто играет? И тут тоже, да, то есть собираешься, пожалуйста, назови хотя бы, что знаешь? — Нет, ну, знаете, здесь важно, чтобы потом, в последующем, да, эта миссия, вот надо очень важно понимать, что крестные не свадебные генералы, да, в нашей традиции, вот, восточнославянской, если ребенок оставался сиротой, да, жизнь и жизнь, да, ее безопасность, она условна, вот, то крестные становились его родителями, то есть даже вопрос... — Заботились о нем, да. — Да, то есть даже вопрос не стоял. Это связь, то есть это родители, действительно, вот, и, ну, в этой связи очень важно, чтобы не было каких-то, знаете, социальных таких ловушек, ну, в моей практике, к сожалению, была ситуация, например, работают две подружки, не разлей вода, вот, и потом в одном же офисе мама-ребенка, да, становится немножко выше. — Так, продвижение по карьерной лестнице все дела? — Да, карьерная лестница, да, перекрыла все отношения, то есть, вот и все, да, и, а да, пришли с вопросом родственники, да, можно ли нам заменить крестную, там, да, ну, а я говорю, а как, вот, понимаете, вот в этом смысле я всегда, ну, советую... — Раскрестить, перепишите, пожалуйста. — Перекрестить, пожалуйста. — Вот, я всегда советую, что, ну, уже выбирайте из круга близких родственников, то есть чтобы не стать заложником, понимаете, вот таких ситуаций, потому что... — А они могут быть абсолютно равны. — Они могут быть равны. — Павел, а конкретный вот этот случай, как решился? — Я не помню, это было очень давно, но я, ну, я просто сказал, что, говорю, знаете, ну, молитесь, надо понимать, что необратима только смерть, до тех пор, пока мы живы, мы всегда имеем возможность исправить ситуацию. — Ну, в целом можно помириться как-то. — Да, конечно, ну, здесь всегда, если мы говорим о примирении, это всегда взаимный процесс, да, на встречах. — По процентам. — Поэтому, как и в супружестве, да, ну, нельзя, то есть, нельзя как-то двигаться в разные стороны. Поэтому я надеюсь, что все хорошо, но в конечном итоге, понятное дело, что ребенок воспитывается мамой, да, то есть ребенок будет определяющее влияние на его мировоззрение, на формирование личностное будут оказывать родители. Крестное — это подарок, это прекрасно, это, ну, и хороший лего с моторчиком, что-то такое, это классно. — Да, это подарок всегда чуть дороже, чем дарят все остальные. — Да, да, потому что, ну, давайте вспомним старый фильм про Золушку, да. — Да, фея крестная. — Фея крестная. Крестная, которая создала социальный лифт для своей крестницы. Вы понимаете, это вот, ну, это такой момент, плюс ко всему, например, ребенок вступает в возраст пубертата, да, у него с родаками проблемы, там все, там эти все, и вот такой буферной зоной, да, послами доброй воли становятся бабушки с дедушками, если они присутствуют в активной позиции, вот, либо крестная, да. — Да, дядя-тетя, крестная. — Да, дядя-тетя, это доверие такое, да, и это очень важный момент, вот, вот, в период турбулентности возрастной детской, это, вот, поэтому... — Слушайте, ну, вот у меня, допустим, про крестную историю, да, когда меня крестили, крестная, получается, это была соседка по этажу, да, там тетя Галя, все хорошо, а вот крестным был муж, муж сестры моего папы, то есть вот такая ситуация, причем он был так, ну, как рассказывают, я его уже-то не помню особо, да, ну, вы уже понимаете историю, что если я его не помню, значит, там что-то произошло, но я не помню, но... — Лего приносил некрестный к Виктору, видимо... — У нас тогда еще пока, я думаю, в телеках... — Лего, я помню, Лего был в этих коробочках Милки Уэй, там, ну, ладно, это такая своя история. — Так, сейчас мы слезы будем ронять по этому поводу, ох, как было хорошо раньше. — Итак, крестное, я помню, дарили подарки, крестного, я помню, один раз он подарил вот такой прям хороший подарок, это была книга Пиноккио, и это была игра настольная, типа менеджер-букмекер, вот такая, как монополия, только... — Что-то азартное, я правильно понимаю, Виктор, что продавалось? — Он такой, так, видите, вот тебе покерный набор, знаешь, а на Пасху пойдем с тобой в игровые автоматы, такой крестный, знаешь, такая штука, да, они потом развелись просто с сестрой папы, и крестный все пропал, он пропал и из моей жизни, и, в принципе, из жизни своей семьи практически, да, ну, то есть, как бы я уже там не лес особо не искал, но на вопрос, почему, а самое интересное, что он был крестным у меня и у моей двоюродной сестры, то есть, как понимаешь, он был востребованным человеком внутри семьи, он пришел в семью, и все такие, о, Алексей, а он был тамадой на свадьбах, в общем, таким творческим человеком, да, и все, Алексей... — Ты думаешь, что тамада на свадьбах — это творческий? — Нет, но он творческий, он там художник, тамада, что-то вот такая штука, да, и душа компании, ну, и получается, его давай крестным у нас, давай крестным у Вероники, и получается, в какой-то момент просто вот человек пропадает, и все, я его даже не помню, не видел, ну, может, это в шесть лет, да, или в пять вот этот подарок, который книга Пиноккио у меня до сих пор даже есть. — Павел, можно ли выдвинуть какие-то санкции к Алексею, чтобы он за все неподаренные подарки выплатил Виктору компенсацию какую-то, как недобропорядочный крестный отец? — Знаете, я просто, может, несколько такую драматичную вещь хочу сказать, ну, мои крестные меня крестили в Турове в 1977 году, и моя крестная была тетя, вот она скончалась от алкоголизма, мой родной дядя был крестным, который в это время в Ленинграде учился в мединституте, ну, то есть, вот. — Это все было, да. — К сожалению, да, и, к сожалению, знаете, мы не можем повлиять на жизнь других людей, да, то есть мы, ну, в этой связи все равно вот христиане не отрицают, а главное утверждают важность неразрывности духовных уз, и поэтому самое главное, что должен делать крестный — это валиться за своего крестника. — О! — Вот где-то вот сказать, господи, как там мой крестник? — Благослови его. — Хотя бы помнить, хотя бы помнить и… — Это важная часть. — Да, вот к чему я велась в своей истории. Можно ли становиться крестным несколько раз, то есть, нет ли ограничений? Потому что даже когда, общаясь с кем-то, там возникают вот вопросы, так, ну, стань крестным еще, я говорю, так я крестный, я, допустим, вот как сейчас у меня, у меня есть крестник, это сын моего брата, и я бы уже крестным не хотел становиться ни у кого, да, но… — Мое сердечко занято. — Мои финансы позволяют только одному покупать лего с моторчиком. Вот, какая здесь ситуация церкви, с позицией церкви? — Ну, прежде всего, мы все-таки смотрим не в кошелек. Есть, например, проблема в окружении, ближайшему людей нет близких людей, скажем, воцерковленных либо, ну, скажем, позитивно относящихся к церкви, да, то есть вот, ну, вот мне один человек недавно сказал, я не могу быть, ну, что ли, быть религиозным внешне, но мир церкви, евангелие для меня очень близко. То есть это в том числе и вот, ну, какое-то ментальное родство, да, это связано… Для меня вот лично, да, не было вопросов сильных выбора между православием либо католичеством, да, потому что я еще недавно, наш прихожанин, архивист, он открыл мне картину моих предков, да, это все крестьяне Гомельской области, все православные записаны там от 18 века, ну, что удалось по метрикам найти, поэтому вот так. И каких-то ограничений нет, люди просят, но всегда есть возможность отказаться, да, потому что здесь связано даже, ну, не с вашим лимитом, да. Не-не-не, это я в шутку уже про кошелек. Кошелек у меня нормальный. Не больше трех детей на человека. Нет, ну, здесь скорее речь идет о мотиве, да, с какой предлагают вам. Ну, например, у меня был такой случай на заре моей священнической юности, когда было крещение на дому, я тогда согласился что-то, а, значит, в крестное молодой папа пригласил директора той фирмы, в которой он работал. То есть это был такой, знаете ли… Социальный лифт возможный. Дипломатический ход, да. Да, такая. Да, крестный папа, ну, просто не затыкался за все время совершения крещения. Это была такая стрессовая ситуация, у меня уши горели, я был злой, вот, но поскольку был еще какой-то молодой, неопытный, замечаний не сделал. И потом, ну, и вот одновременно был зол на себя, что надо было бы… Отстоять позиции немножко. Не то, чтобы отстоять, а просто, ну, как… Не, ну, попросить, по крайней мере, его. Помолиться, да, пожалуйста. Чего-то трепаться, условно говоря, ну, соберитесь, мужчина. Вот, поэтому, ну, надеюсь, что там все хорошо, да, но вот эти вот вещи все с какими-то, знаете, вот, закидонами такими или с какими-то… Не, ну, понятно, типа, с перспективой на что-то, а сделаю я крестным, а там у меня попрет все в жизни, да. Разыграть некую партию. Понятно, нет. Но ограничений нет, да, то есть все зависит именно от личностных позиций человека, то есть если я готов и морально, ну, даже не и, а в первую очередь морально стать крестным еще у одного ребенка, то, пожалуйста, никто это не запрещает сделать, да? Ну, ну, всегда, вы всегда можете сказать, вот очень важный такой момент, да, что не надо вестись на вот этот внутренний такой тремор, да, что, ой, неудобно отказать. Ну, да. Ну, если вы понимаете, что надо сказать нет, надо сказать, спасибо, я польщен, но я не могу. Это, в принципе, такое классическое правило, умей сказать нет. Ну, всегда говори да, но умей сказать нет. Про крестных отцов мы вот сейчас с вами уже более-менее обсудили, про крестных мам. Я, если я правильно понял, я тоже какие-то почитал статьи, какие-то мануалы по тому, как это все проводится. Крестные мамы, крестные папы, обязательно ли, чтобы было два крестных родителя и здесь их там в родстве и они могут, не могут состоять. Как это вообще решается? Ну, сложная система, она усложнилась, потому что в свое время повлияли тенденции на православную традицию, на православную практику института крестных, да, повлияла западная христианская традиция. Там, ну, как бы аналогии понятны. В зачатии жизни участвуют двое, папа и мама, соответственно, крещение воспринимается как духовное рождение и поэтому тоже папа и мама. Но в канонах православной церкви достаточно одного восприемника, соответственно, полуребенка. Парность не обязательно, поскольку, ну, тут еще логика такова, что восприемник воспринимается как поручитель. — Другими словами, в первые века христианства церковь была гонима. — Да. — И она была, ну, скажем, это было такое, можно сказать, тайное сообщество. Но засланные казачки, они всегда пытались проникнуть. И вот когда, и в том числе можно было запросто использовать, вот хочу принять крещение, да, и впустить я переночил, условно говоря. — Ну да, да. — И вот восприемник, это был поручитель, который говорил епископу, пресвитерам общине, да, что этот человек действительно, его намерения, они серьезны, да, и он не является, ну, не является каким-то… — Шпионом. — Шпионом, да, условно говоря. — Диверсантом. — Ну, я очень утрирован. — Да, да, да. — То есть вот, вот, то есть я поручаюсь за этого человека перед общиной, да, потому что его намерение, оно твердо, да, и потому что в те времена выбор в пользу христианства, это выбор очень часто, нередко в пользу того, чтобы оказаться на арене цирка и быть разорванными зверями под аплодисменты, там, и вот эти вещи все с амфитеатров, да, публики почтенной Римской и других городов Римской империи. Поэтому вот, и поэтому достаточно одного восприемника, соответственно, полуребенка. Если мальчик, обязательно, чтобы был крестный папа. Если девочка, то крестная мама. Здесь есть еще вот эти особенности дальнейшего психофизиологического развития, да, детей, да, ну, например, а что там крестный папа сможет сказать о первых месячных, о своей крестнице, ну, условно говоря, да, 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 здесь сто процентов, да, поэтому... — Вы говорили чуть ранее о том, что в пубертанте очень важно, чтобы был человек, который... — Да, был контакт, да, был контакт, авторитетный, да, авторитет, это очень важно, поэтому вот может быть один, и это может облегчать, кстати говоря, поиск, да, вот... — Ну, а если прям, вот, людей полным-полно близких и есть вот какая-то пара... — Ты счастливый человек, наверное. — В Украине есть по две, по три пары крестных. Ну, то есть в Западной Украине такие... — А это разрешается тоже? — Это, знаете... — А Украине любят подарки. — Вы знаете, христианство никогда не... не нивелирует особенности той или иной культуры. То есть, а всегда то, что, скажем так, резонирует и созвучно вот этому этическому учению церкви, да, только это... — Только плюс, да. — Да, вбирается и используется, и поэтому, может быть... — У одного ребенка, например, может быть две пары крестных. — Ну, это такая... Надо узнать поподробнее на Западной Украине, как это... — Любят они, любят они. — Ну, там люди, конечно, с очень живым религиозным чувством. — Да, это заметно, даже как приезжаешь в Украину, это заметно. То, что для них церковь — это более какая-то важная составляющая жизни до сих пор. — Да. — Есть такое ощущение. — Какие-то занятия для крестных? Курсы? — Факультативы. — Да. Есть же при приходах, правильно? — Да, ну, обязательно, конечно, собеседование проводится перед крещением, ну, потому что... Ну, потому что... Ну, чтобы хотя бы крестный внятный... — Чтобы понимать адекватный человек. — Прочел текст Сибина Веры. Это важно. Ну, в нашем храме сейчас это две беседы. Вот. По средам и воскресеньям в 19.30 мы никого не записываем, никаких... — Просто есть время, приходите. — Просто есть постоянные дни и время, и приходят люди, мы общаемся, и уже к концу второй беседы мы записываем на крещение. — Так, простите, пожалуйста, я правильно понимаю, что может быть ситуация, когда вы скажете, вот этот человек не подходит? — Может быть. Может быть. Но, как правило, не я говорю об этом, да, человек проявляется. То есть он, например... — Опишите ситуацию. — Да, как это выглядит. Нет, ну, это, конечно, не там ни хамство, ни драка, ни... Нет, просто человек, он говорит, а я последую учению о Шараджнише. — Неожиданно. — Да, да, да. Или, ну, какому-то восточному, ориентальному сектантскому культу, я говорю, вы знаете, ну, мы не можем, мы не можем с вами встретиться, да, и вы не можете взять эту миссию исполнить. Тут еще такие, знаете, эти моменты, там, как бы, начинают родители испытывать состояние испанского стыда, ну, и здесь мне просто легче, знаете, это все-таки почти 20 лет тоже в сане, и, ну, я стараюсь, чтобы это было так ровно разрулено. — Аккуратно, то есть чтобы не было никаких конфликтов, правильно? — Да, ну, потому что, понимаете, вот мы пришли, вы обязаны нам оказать услуги за все уплочено, но это не те отношения. — Ну, это встречно должно быть, встречный интерес и желание это сделать. — То есть крестный, он обязан и должен разделять вероучение церкви, да, то есть, потому что он является в том числе тем человеком, который вводит маленького своего крестника в христианскую традицию, то есть он должен научить. — Но это уже основы, да, это исходя из основ. — Я могу поделиться, логика такая, я могу поделиться тем, чем обладаю сам. — Да. — Правильно ли мы поняли вас, Павел, что основная причина — это взгляды человека, который… — Мировоззрение, непринятие взгляда в церкви. — То есть оно не сходится с тем, что важно транслировать и как бы с ребенком взаимодействовать. — Да, да, ну и, например, понимаете, здесь такой интересный момент есть, что человек проявляется совершенно спонтанно. То есть наши же беседы, например, перед крещением, они, ну, мы не говорим там в течение часа, да, крестик, полотенце, три рубля, да, то есть мы говорим о вере в Иисуса Христа, отсылки к Евангелию, да, какие-то цитаты. В человеке это находит какой-то отклик, и бывают совершенно такие неожиданные моменты, типа, а я не верю. Я говорю, а как тогда нам дальше? — А дальше, как жить-то будем дальше? — Я всегда говорю, да, что, ну, спасибо, это здорово, то есть человек честен, да, он… то есть были такие случаи, когда после беседы, например, будущий крестный подходил к родителям, он говорил, ребята, извините, да, я не могу, да, я потому что я не разделяю эти позиции. То есть вот здесь очень важно, чтобы не было, знаете, да, 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 мы на все согласны, а… — Если это директор фирмы, который говорит… — Фиги, да, да. Ну, то есть здесь вот этот момент лицемерия, он никому не нужен. — Да, но мне кажется, вот здесь главное быть честным уже непосредственно тому человеку. — Да, здесь это никак не проследить, да и задачи такой нет, чтобы, ну, грубо говоря, там отловить. — В общем, человек, который хочет выбрать крестного, должен сам как-то чувствовать тех людей, с кем он взаимодействует, с кем он общается, кто ему ближе по духу, кто воспринимает его взгляды и поддерживает, чтобы не было вот таких конфузов, скажем так. — Да, потому что уже, ну, грубо говоря, кафе заказано или там котлеты пожарены, а тут, да, и как бы крещение, да, оно рассматривалось как уже довесок ко всему вот этому прекрасному торжеству, и тут такой, знаете, возникает слом, и, ну, как-то сложно, и иногда начинают поддавливать, да, но я очень быстро, ну… — Но вы говорили, вы 20 лет в сане, вы уже знаете, как в данной ситуации поработать. — Да, здесь уже есть свои наработанные механизмы, да. — Да, это не тот первый год, когда директор фирмы, правильно. — Да, с которым я плакал в подушку, там, кусал локти, да. — Моделировали ситуацию, как бы я поступил раз 20, наверное, да. — А я ему, а он мне, а я ему говорю. — И я такой, да. — Я говорю, что вы себе позволяете. — Так, я вот еще хотел уточнить, вот есть такие обращения к людям, я не знаю, это родственные связи, что это значит? Кум и кума, это кто, кто к кому приходит? Это крестные? — Кум до кума, до кумы судака тащит. — Но там про кума и куму, что за кума, что под кумом не было, там же одна под крестные поговорки. — Это крестные, да, это крестные, но вот эти поговорки все это все, конечно... — Я просто недавно это услышал и осмыслил, и я такой, что это вообще такое? — Это городской фольклор, помноженный на безнравственность, на какие-то... — Это, наверное, вот оттуда же, откуда, знаешь, эти частушки, это вот такая народная, народные сольные истории, шуточки. — Да, стабильности, да, совершенно верно. Вот по поводу крестных супруги могут быть, в практике русской православной церкви супруги не могут быть крестными, да, но другие поместные церкви православные допускают такую возможность. Поэтому здесь нет консенсуса православных церквей, поэтому здесь нет такого страха. — Уточняйте по месту прихода, правильно? — Да-да-да, если это Румыния, там все будет, Сербия, там... Ну, есть такие лакуны, которые требуют уточнения, уяснения, но у нас, понимаете, у нас ведь в сознании вот это обрядоверие, да, оно очень такое опасно, оно может сдетонировать на раскол, да, потому что вот за единый, там, вот как там креститься, тремя перстами, двумя перстами. То есть у нас в этом смысле все такие драматичные истории церковные, церковные истории, они связаны вот с внешними какими-то исполнениями обрядов. — А у нас не так, а у них вот так, а давайте вот так. — Да-да-да, поэтому тут очень аккуратно, я просто вот говорю о том, что этот момент, он такой открытый. Да, есть открытый вопрос, да, который еще, ну, нет консенсуса, да, поэтому, ну, у нас сейчас общество переформатировалось, нет такого сословного деления, да, поэтому раньше, допустим, когда не хотели, чтобы вступили в брак, делали крестными у одного ребенка, и они уже не могли, соответственно, создать брак. То есть таким образом... — О, интересно, ловушка такая, да. — Ого! — Ну, раньше это я имею в виду то время, которое мы уже даже и связи с ним не чувствуем, это то революция. — Не, ну, понятно, понятно, это где-то девятнадцатый век, да. — Вряд ли это было в 2010-м. Так разлучили пару. — Ну, можно посмотреть, да, картины передвижников, да, вот эти там сюжеты. Такие, да, там, невеста, нервный брак, масса таких моментов. — В общем, нужно учиться чувствовать людей, тех, кого назначаешь крестными, да, то есть присматриваться по ощущениям. — Это важно, это важно, конечно. — Да, я хотел ещё поговорить про детей в церкви, да, потому что, как бы, я, когда... Моё детство, да, это вот как мы говорили вообще в начале практически выпуска, это о том, что у нас очень много семей, где католики и православные, да, поэтому у меня тоже мама католического вероисповедания, папа православный, и вот семьи, соответственно, тоже. Поэтому я сталкиваюсь, и жили мы в приграничке, Большая Берестовица, такой посёлок, да, где есть и костёл, да, где есть и церковь, и там, и там достаточно большое количество прихожан, примерно наполовину разделённые. И мои друзья были как и католического вероисповедания, так и православного. Какая была особенность? Ребята, примерно там, моего возраста, пару лет младше, с кем мы общались, в католический храм, в костёл, они ходили каждое воскресенье, у них были службы, они помогали. В православной части мы даже учились в одном классе с дочкой, получается, священника, и на год младше училась ещё одна дочка. И вот как бы тот класс ходил в воскресную школу, вот это то, что у них было, да, то есть какие-то вот такие, ну, не развлечения, да, а интертеймент для детей, да. Вовлечения. Детей в церковную жизнь, а у нас как бы такого ничего не было, и мы, в принципе, сами там относительно далеко были от церкви. Но вот католики активно, да, вовлекают православные, как будто вот нет той работы с детьми, нет той работы с молодёжью, да, а больше вот смотришь, как бы, работают с поколением, кто постарше. То есть как у вас происходит сейчас, вот расскажите, да, то есть тоже такой момент, и как вообще дети в церкви, вот что для них может быть интересное, да, что там, что они могут помогать, как служить, вот эта вся история. Ну, дети в церкви, конечно, это такая проблема, очень интересный нороватив, вот вы описали, это очень интересно. Вообще, дети в церкви — это активное посещение храма в детстве с родителями, а вот такое постоянное пребывание в церкви без ухода, как правило, подростковый период, это всё, до свидания, и если я увижу священника, который с детства со мной знаком, я перейду лучше на другую сторону. Ну, я голову опущу, взгляд уведу, да. Да, и это всё мы проходим, но у нас остаются те дети, родители которых активно вовлечены в служение церкви. Я бы хотел сказать, что у нас не выработана внутрицерковная система, то, что называется катехизация и вовлечение. Да, то есть это всегда очень всё зависит от личности, настоятеля, от церковного актива. Да, то есть такой вот системности нет. Она присутствует в римно-католической церкви, да, мне очень симпатичны те формы. Плюс ко всему, очень часто в этих служениях задействованы монахини. Вот, это важно. То есть, допустим, у нас монастырская жизнь, которая принадлежит к разным орденам. Ордена монашеские католической церкви, да, они специализируются по тому или иному виду деятельности, да. Есть, допустим, в Соединённых Штатах Америки есть монашеский орден, который полностью монахи сосредоточены в медийном присутствии. То есть, это миссия, да, через медиа, это телевидение. Через медиа продвигать церковь религия. Да, да, и это вот такое послушание, это их, ну, такая заточенность. Да, у нас в этом смысле, ну, если мы говорим о наших священниках, и Швец, и Жнец, и Надуди, и Грец, да, ты должен и храм построить, и быть духовником замечательным, и школу создать церковно-приходскую, и, конечно. А Инстаграм это уже, если получается. Успевать, пожалуйста, ещё, да. Да, Инстаграм, ну, здесь, скорее, вот моя дочка, мои дети, они как-то, я за ними подтягиваю. Да, 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 вот как раз-таки это ещё тоже хотелось. Да, и плюс ко всему, ну, и плюс ко всему, вот я, например, вижу, ну, что, допустим, наличие у меня вот Инстаграм-аккаунта, да, оно монетизировалось в нашу сегодняшнюю встречу. Да, да. Для меня, ну, очень приятное это общение. Я, ну, я понимаю, что подкасты и ваш проект, он решает какие-то, да, задачи, которые вам интересны. И для меня это тоже очень интересно. Ну, прежде всего, как общение даже с живыми людьми, потому что, ну, потому что я иногда ощущаю, что, ну, не то чтобы в вакууме нахожусь, но я очень специфическая персона, да, к которой специфическое отношение у людей. Да, и мне бывает, ну, сложно, ну, не хочется сказать, там, люди, я тоже человек, давайте, ну, как-то, давайте потусить вместе. Вот, а здесь, ну, нет, извините, батюшка, да, вы будьте сторонники. Поэтому... И когда такого не было, да, чтобы человек... Давайте тусим. Давайте. Так непривычно, понимаешь, да. Я вот тоже, ну, для меня диссонанс на данный момент, когда вы вот говорите, да, вы рассказывали там про пап, да, и я понимаю, ну, я сегодня вас встретил, мы посмотрели инстаграм, да, ну, как бы вы такие-то, как бы такой же, извините, как и все, да, как вы говорите, человек и давайте тусить, да, вы говорите сейчас, давайте тусить ряса, да, или крест, да, и такое, ну, как бы, и вам веришь, и понимаешь, что, ну, да, так давайте, и мы и пойдемте потусим, да, как говорится. А тусить мы будем с 17-го! Сейчас какой-то промо. Но вот с... 2-го мая, на Пасху. А, кстати, йоу! Да, друзья, я приглашаю, я приглашаю ведущих, да. Спасибо большое. Можно делать выездной эфир в нашем кафе. А мне кажется, что так оно и получится в какой-то из дней. Может быть, да, не исключено. Вот, поэтому, поэтому есть некоторый диссонанс, да, и поэтому вот, наверное, не хватает вот этой медийности. Да, и, ну... Это ресурс, да, нужен ресурс, ну, и нужно умение. Я, вот у нас сейчас мы очень серьезно будем стараться, реорганизовать жизнь приходскую в отношении, не хочу говорить, работы с молодежью, да, вот какого-то общения с молодежью. Работа с молодежью, да. Да, работа. Привлечение. Работает другая организация. Ну, вот ваша история про кораблик, ваша история про кафе, это как раз те шаги, которые вот и прямо, косвенно, да, так или иначе, ты замечаешь что-то интересное, видишь, что ты идешь взять чашку кофе, но ты смотришь, думаешь, да, у тебя появляются какие-то рассуждения, размышления. История про кафе очень быстро. 2006-2005 год я, ученик 10 класса, участвую в форуме «Мир без границ», который проходит в Зубренке, куда собрали представителей всех регионов Беларуси, там по 6 человек от каждой области и города Минска. Встреча с министром образования, тогда это Радьков, представители там, ну, вот все эти дядюшки в костюмах Коминтерн, там все представители от каждой области, вот сидят, да, Радьков во главе, Александр Федорович, наверное. И вопрос, который идет непосредственно практически от каждого. У меня был вопрос, почему, ну, как будет меняться работа вообще с молодежью, вовлечение молодежи в жизнь в регионах, а вопрос из Минска тогда, и я думаю, да ладно, в Минске, ну, встает девочка и говорит, у нас на районе нет ни одного кафе, куда могут прийти мамы с детьми, куда можем прийти даже мы, молодежь, посидеть. Мы ходим только в Макдональдс, 2006-2005 год, Макдональдс и, в принципе, все, да, это вопрос, который задавался на условно-государственном уровне, и я понимаю, что они его не решили, да, там ответ был, ну, мы планируем вот это, планируем вот это, ну, и все. И я смотрю, вот то, что вы сделали, да, вы просто открыли кафе, да, потому что вы понимаете, для чего оно нужно, да, для того, чтобы к вам приходили. И это отдельный, вот, как это говорится, респект, да, это очень круто, и это здорово, что вы это сделали просто своими силами. Ну, кстати говоря, вот это связано с детьми, потому что в аскетической практике православия для того, чтобы участвовать в таинстве причастия, необходимо быть натощак и ничего не кушать. И это распространяется и на детей, ну, соответственно, таких уже детей более подросших. Но дети все равно хотят кушать. Сто процентов. Да, и это всегда, ну, я как многодетный отец сам, когда дети хотят есть, это просто жесть. Я бы натощак никого никуда не повел, честно. Да, и мы, допустим, вот были как-то в Одессе, там, в Каролина-Бугас отдыхали с детьми, и давно-давно, и вот выбрались на прогулку в Одессу. Вот это есть, хочу пить, хочу, вот, и мы туда-сюда, понимая, когда они все одновременно начинают есть, хочу пить, хочу, мы куда, куда, где? Макдональдс, вот картошка фри, это просто было спасение, потому что это быстро, все, и началась прогулка, и мы увидели Дерибасовскую, и вот этот вот поющий фонтан, и как-то мы расслабились, а до этого это такой трэш. И вот мы, дети причащаются и сразу бегут, их ждут, все это начиналось там прям, прям под открытым небом, да, пирожки какие-то, да, пирожки какие-то, да, пирожки, да, чье, и вот из этого такая произошла трансформация. Слушайте, вот вы сейчас сказали, и у меня просто такой флэшбэк, который улетел, это каждый раз за неделю до школы, в воскресенье, мы ходили на причастие, я и брат, мама нас водила, и это было каждый год, наверное, до класса девятого, все, и мы вставали тоже натощак, и это слезы, и мама всегда говорила, так, ну пойдемте, пойдемте, купим вам чипсов, купим вам печенье, зайдем в магазин, выберите все, что хотите. И ты стоишь, переминаешься с ноги на ногу, да, но ты ждешь, ты идешь, во-первых, в новой одежде, которую на рынке купили тебе уже к школьному сезону, и вот потом после церкви уже приятное воспоминание, что ты идешь и все вот это вот, кушаешь, выбираешь, что же тебе нравится. Давай договоримся, что... Потерпел и... Да, потерпел и получил. Да, после того, как закончим наш разговор, пойдем чипсов возьмем, печенье. Мороженое! Макдональдс, карцожку фри. Павел, мы затрагивали уже этот вопрос немного за... Там, скажем так, до съемки еще говорили об этом, про бытовую оккультную среду, про вот эти причины того, что вот, это надо покрестить, потому что вот плачет, вот это надо сделать, потому что вот так будет. Чуть подробнее про это мы можем немножко поговорить, что это вообще, что это вообще такое, как это формируется, это осколки каких-то, не знаю, там... Осколки девичьих сердец. Пережитки тогда. Осколки девичьих сердец, хорошее название для музыкального альбома. Да, это же песня. Аукциона. Вот. Знаете, здесь, ну, момент такой, что главным... главным источником формирования таких стереотипов сознания, да, суеверных, является медиа сегодня. Это телевидение, телеканалы, битвы экстрасенсов, вся вот эта, вся вот эта гороскопная ерунда в газетах. Гороскоп, это вообще, да. Это что вообще? Ну, что, первое, что такое суеверие, да, в суеверие, да, напрасно верие, это то, что человек очень сковывает и связывает, да, то есть это, собственно, и есть проявление магического типа мышления. Магизм — это чистого рода технология. Нужно сделать вот это, это и это, именно в этой последовательности для того, чтобы достичь результата. Результат, как правило, это представление человека о том, что можно манипулировать высшими. Нет, сверхсилы типа. Да, сверхсилы. Сейчас, сейчас, я приведу пример, я сейчас как будто знаю, вот последовательные действия и будет тебе хорошо. Что, ну, зелье смешал, смешал, смешал. Чтобы не говорить что-то плохое, поплевал через плечо, постучал по дереву, правильно? Да. Едет поезд через мост, за деньги взялся, кошелек на голову положил. Да, денежки потер, и все, и будут бабки, бабки будут. Да, бабки, или там первый покупатель на рынке, вот эти все. Да, я все так. Я, кстати, когда за выступление. Не часто. Не часто. Когда вдруг за выступление платят какие-то деньги, я всегда так потру. Я зря рассказал. Может быть, поэтому и мало, что трешь, поэтому не часто. В общем, это, как это называется, это магическая… Да, это, ну, это такая бытовая магия. Вот это и есть такая бытовая оккультная среда. То есть это такие разорванные какие-то представления, которым люди наделяют, наделяют, вот дают им силу, наделяют смыслом там, где смысла нет никакого. Но это работает в каком смысле? Человек начинает, ну, понимаете, вот в чем здесь опасность всех вот этих женщин, да, с, там, этих кудрявых цыганок… С хрустальными шарами, которые судьбой рассказывают. Да, они, эти люди, сеют в человеке, в человеке сеют вражду к другому. Ну, какой механизм, да? Я там не могу выйти замуж, условно говоря, да, или там, ну, просто потому что это запрос от девушек очень часто. Да, так бывает, да. Да, и девушек там 30 плюс, например, вот. Вот, и вот что на мне, да, на тебе там венец безбрачия. О, да. Заметим, что в жизни каждого из нас все равно круг людей, непосредственно прямых контактов, он достаточно, ну, мы можем считать. Ну, ограниченный, конечно, да. Ограниченный. И тебе, говорит, это тебе сделали, да, это тебя сглазили, да. И я начинаю, как бы, человек начинает думать, а у кого… Кто мог это сделать, да, и перечислять ближайших своих. Это, как правило, да, это, как правило, ближайшие люди. То есть, эти люди, третья сторона, сеет сомнения в человеке, сеет ненависть. Да, в конечном итоге. Если человек этому поддается, он начинает все какие-то неудачные… ну, грубо говоря, я проснулся, но день не задался. У каждого из нас, ну, есть… Бывает. Что называется, день как песня. Все получается. Бывает, ты понимаешь, куда бы ты ни ткнулся, везде тупик, везде стена. Вот. И что мне? Ссылаться теперь на то, что это кто-то… Я просто думаю, что при той концентрации порой зависти, которая присутствует в наших людях, да, то есть, если бы человек действительно мог манипулировать, да, духовными силами, здесь была бы пустыня исполненная, да. Да, сто процентов. Все бы свели счеты быстренько, да. Друг с другом, да. Да, и в этом вопросе, вот эта бытовая оккультная среда, есть ли проявление то, что имеет отношение там к религии, например, какие-то такие штуки, что… Конечно, ну, дикие такие вещи, это, значит, прийти в церковь, поставить свечу за соседку, ну, с которой во вражде, и сломать ее там. Такое есть. Но такое было, во всяком случае, да, потому что… То есть, на вашей памяти вы были свидетельствами На моей памяти это есть, да, было, ну, потому что, понимаете, храм — это свободное пространство, да, человек, ну, это несчастные люди просто, понимаете, они хотят перед лицом Божьим, ну, вот, творить такие вещи, это смешно. Ну, я, да, во-первых, во-первых, все это просто белиберда, все это проявление низкого уровня культуры, я не знаю, интеллекта, просто невежества, вот, но свести счеты и сделать это в церкви, ну, понимаете, люди же идут это делать не просто по наитию какому-то, а потому что им посоветовали вот эти женщины с хрустальными шарами, да. Специалисты. Специалисты есть, да, которые… Потомственные специалисты. Да, ну, в этом нужно принести покаяние, да, если человек хочет выбраться. Я знаю пример людей, когда они вовлекались вот в эту всю круговерть, и это человека, конечно, делают очень несвободным. Он страшится, он всего боится, он становится подозрительным, в нем он везде видит подвох, да, что вот тот колдует против меня, этот, ну, какая-то белиберда, прости, Господи. Ага. Выводили ли вы таких людей из вот этого состояния? Были ли такие, кто приходил и говорил, ну… Ну, дело в том, что я же не занимаюсь, мы как раз не медиумы, да? Не-не-не, понятно, но вот к вам приходили вот в кризисе от этого, что… Конечно, конечно, это же просто невозможно в этом жить. В этом невозможно. Человек в какой-то момент, он начинает… Знаете, на что это похоже, на трансформацию горлума, вот у Толкина, вот сильный колец, да, вот это, вот это, или как, например, Бильбо Бэггинс, да, Фродо рассказывает, вот, ну, когда с кольцом так сложно… Расставался. Расставался, да. Что я чувствую, что я таю, вот, да, вот это, ну, понимаете, и это ведь такое очень глубокое духовное заболевание, и есть лекарство, это покаяние, как сказать, Господи, да, я… Я все силы своей души, да, направил не на служение тебе, не следование твоим заповедям, да, а я вот погрузился вот в эту вещь, и, конечно, такие люди приходят. Очень тяжело, очень тяжело все это дается людям, которые являются сознательными оккультистами, то есть которые в этом деле как-то работают, консультируют, составляют гороскопы, да, то есть они… Ну, здесь я понял, что мы копнули, ох, сейчас мы тут черных магов, это уже никто твой папочка подказан. Да, я имею в виду… Сейчас, я говорю о том, что вот как… С чего мы начинали, да, что ребенка надо обязательно покрестить, а это потому… Он плачет, потому что не крещеный. Или вот, я не знаю, как… Он плачет, потому что… Потому что поесть надо ему, возможно. Да, он хочет покушать, потому что, возможно, у него что-то болит, а мы не можем понять… Да, 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 здесь… Я просто помню своего первого ребенка, когда он родился, не знаю, что с ним делать. Да, то есть вот, ну, всю что там малейшее, да, потом это отстраивание, отстраивание там пищеварительной системы, да. Да, да. То есть человек родился, он… Развивается. Этот цвет, он еще рождается, развивается, это все… Тут надо окружить заботой мамочку обязательно, вот. И вся семья должна сработать на такой, как ресурс, чтобы все чувствовали себя защищенными, да, вот. Да, поэтому… А вот, ну, хорошо там мы покрестили бессознательно, и что дальше. Ну, да. Да, и… А потом, ну, вдруг возникли какие-то… Какие-то негативные интенции в сторону церкви, да, например, и вот хочется… Хочется отомстить за вот это крещение, да, своим родным. Понимаете, то есть все должно быть в любви и в мире, да, и в конце концов папа должен решить, как глава семьи, да, что крещу или нет. Да, то есть это… Хорошо, что мы это записали. Так, ну, видимо… Нам надо подводить уже итоги, да. Огромное спасибо, Павел Иванович, за то, что вы откликнулись на наш инстаграм-запрос в директ. Вот. Спасибо. Было очень важно и очень приятно самое важное с вами обсудить это. Многие вопросы просто разъяснены для меня, мне теперь понятно. Да, спасибо большое, спасибо большое, потому что, понимаете, вот когда не сталкиваешься с духовным миром, да, тогда у тебя направление мысли одно. Когда вы открываете вот эту вот немножко дверцу, приоткрыли нам сегодня, да, и рассказали чуть-чуть о существовании иррационального, и как церковь к этому относится, и какие у неё позиции по этому, тогда ты уже немножко меняешь своё воззрение на это всё и принимаешь, по крайней мере, то, как это есть, относишься к этому благосклонно, да, то есть не возникает никакого ни отторжения, никакого негатива. Я хочу поблагодарить вас за возможность принять участие. Я желаю проекту процветания, увеличения количества слушателей, и буду рад, если моё участие принесёт пользу. Сто процентов. Сто процентов. Оно уже принесло. И приятно познакомиться. Да, приятно познакомиться. Ну, зовите в кафе, я не знаю. На Каменной Горке встречаемся в кафе. Лицкая 3, после Пасхи, милости просим. Друзья, всё, увидимся, возможно, с вами там. До скорых встреч, пока. Спасибо большое, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...